МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Севастополя в студии Дмитрия Дудко. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощание с детством. Для выпускников севастопольских школ прозвенел последний звонок. В их числе и кадеты Следственного комитета России. Из 45 кадет, которых мы сегодня с вами выпустили, 27 кадет поступают в высшеучебные заведения Следственного комитета Российской Федерации. О чем мечтают и к чему стремятся истоминцы, и как поздравляли выпускников. Как запустить бизнес с нуля в незнакомом городе? Учредитель одного из крупнейших магазинов отделочных материалов в Крыму рассказала историю своего успеха. Любой вопрос можно решить. Это мой кредо. Любой вопрос можно решить всегда. Поэтому если я где-то упала, оступилась, я никогда не опускаю руки, я иду только вперед. Как росло и развивалось дело Алены Петченко? Как сильно повлияли санкции на ее бизнесы? Какие планы у компании на ближайшее будущее? Ледяная история на фестивале «Золотой Витязь». Рассказ о том, как добро побеждает зло. Скажите, пожалуйста, а где вот этот злодей живет? Он сейчас в Петербурге или нет? Где находится страна холода? Почему нельзя доверять сосульке? И при чем тут мороженое? 25 мая в школах нашей страны на торжественных линейках прозвенел последний звонок. Учебный год 2021-2022 официально завершен, в том числе и для кадетов Нахимовского военно-морского училища. В этом году учебное заведение выпускает 69 ребят. Большая часть из них уже выбрали военную карьеру. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил будущих офицеров. Никаких белых фартуков и традиционные первоклашки на плече у выпускника. Вместо этого строевой шаг, белый китель. Но волнение в глазах выпускников и их родителей все то же. Сегодня последний звонок звучал для четвертого выпуска Нахимовского военно-морского училища. Сегодня волнительный, торжественный и очень важный день. Вы заканчиваете военно-морское кадетское, Нахимовское, президентское. Училище. Это, мне кажется, были прекрасные годы, проведенные в этих стенах. По крайней мере, глядя на вас сегодня, я точно в это верю. И я горжусь тем, что подавляющее большинство из вас приняло решение продолжить военное образование и продолжить традицию создания севастопольских военно-морских династий. Уважаемые ребята, сегодня вы заканчиваете военно-морское училище в непростое для страны время. Сегодня идет специальная военная операция на Украине. Наша армия и наш доблестный Черноморский флот выполняют задачи, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, верховным главнокомандующим страны. Выполняют с честью и достоинством. Так же, как 77 лет назад наши деды и прадеды разгромили наглого фашизма. Такую же задачу спустя 77 лет приходится выполнять сегодняшним войнам. Дорогие ребята, мы верим в вас. Вы будущее нашей страны. Вы настоящие защитники Отечества. В этом году на Химовское училище заканчивают 69 ребят. Выпуск считается очень успешным. Многие идут на медали. Впереди у ребят еще единый государственный экзамен. Девятые классы уже ОГЭ начали сдавать. Одиннадцатые вот приступают. Учебный процесс завершен. Да, они полностью программу одиннадцати классов выполнили. Шесть человек у нас претендуют. И мы очень надеемся, что они будут золотыми медалистами по результатам сдачи ЕГЭ. 70% выпускников на Химовского выбирают военную карьеру. И будут поступать в высшие военные училища Министерства обороны. Половина будущих офицеров продолжит обучение в Севастополе. И останутся верны морским традициям. Мы несомненно счастливы, что мы выпускаем из этого училища. Но мы считаем, что некая печаль останется с нами и после этого. Конечно, большинство из нас встретится и позже. Ведь мы все, большинство из нас поступает в высшие военные учебные заведения. И, возможно, мы будем пересекаться дальше и по долгу службы, либо просто как старые друзья. Но все-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, должен сказать, что сильное волнение. Потому что все-таки, как-никак, мы провели здесь 7 лет. И наши преподаватели, которые сейчас будут с нами смотреть, прошли с нами этот нелегкий путь, эту дорогу. И мы считаем, что это очень ответственное мероприятие. За 7 лет обучения ребята проходят программу общего образования, начальную военно-морскую подготовку, а также активно развивают спортивные таланты в футболе, самбо, хоккее, плавании. Я помню, как мы провели сюда детей пятиклашек. Они были маленькие, растерянные. И мы такие же, мы не знали, куда отдаем детей. Я получила массу сейчас положительных эмоций, восторг полный. Дети выросли в настоящих мужчин. Это будущие офицеры, красавцы. Гордость и волнение. Все, что я могу сказать. Спасибо училищу, спасибо руководству и спасибо ребятам, что не выдержали этот труд. Достаточно сложно было. И нам сложно, и им. Но ребята молодцы. Они с честью держались и нас поддерживали больше, чем мы их. Учеба окончена. Впереди у кадетов экзамены и настоящий выпускной. Полина Кольт, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Всего в этом году в Севастополе выпустились почти 2500 одиннадцатиклассников и 4800 выпускников девятых классов. Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку, провели и в Севастопольской школе номер 29. Почетные гости, школьная администрация, педагоги, родители адресовали выпускникам напутственные слова. Призерам региональной и всероссийской олимпиады школьников вручили грамоты. Благодарность теми отметили учителей. Не обошлось и без традиционного прощального школьного вальса. Это очень торжественный, очень трогательный праздник. Праздник последнего звонка. Для выпускников это действительно прощание с детством. Это начало новой, самостоятельной жизни. Это новые надежды, новые мечты. Хочется поблагодарить, прежде всего, педагогов, наших учителей за то, что они заложили тот необходимый фундамент, который пригодится нашим выпускникам в дальнейшей жизни. Последний звонок прозвенело для учащихся Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета России. В этом году из стен учебного заведения выпускается первые 45 человек. Это не только парни, но и девушки. О чем мечтают выпускники и какие напутственные слова прозвучали в их адрес, узнал Владислав Ивенин. Поднимаемся, выходим, забираем учебники и вложить литературу, поднимаемся, как хотим. Все ясно. Последние команды от воспитателей – прощание с родным классом и сдача учебной литературы. Все это значит только одно – близится последний звонок. Для учеников 11-х классов Александра Савицкого и Дарьи Салтовской этот день значит многое. Ведь они – гордость учебного заведения и главный пример для других учеников. Дарья обучается в кадетском корпусе уже два года. За это время успела победить в нескольких олимпиадах и конкурсах. Есть у девушки и медаль за участие в параде победы. Свою жизнь Дарья решила связать в психологии. Сейчас она усиленно готовится к экзаменам. Сдавать будет математику, русский язык, общество знания и биологию. С учебным заведением тоже определилась. Документы отправят в Академию Следственного комитета. У нас очень умные учителя, которые преподносят очень интересный материал. У нас есть дисциплина ведения в профессию следователь. Она идет как профильная. Они нам рассказывают основы Академии Следственного комитета. Я буду сказать по бытовым вещам. Мы тут каждый день были вместе, каждый день проводили очень много часов. И это очень сильно сплотило нас всех. Буду сказать по форме, по нашей, по каким-то урокам, предметам, по учителям, по воспитателям. Еще один выпускник этого года – Александр Савицкий. Он пошел по стопам своих предков. В роду молодого парня все в форме. Поэтому профессиональный путь для него был предопределен. Очень увлекательно. С самого начала обучения здесь мне это понравилось, заинтересовало. Решил узнать об этом поподробнее. Очень интересно стало. В итоге решил дальше идти в этом пути. Моральные ценности и этикет для меня очень важны. Но также еще важно стать достойным гражданином Российской Федерации и быть патриотом своей страны. Воспитатель будущих профессионалов Станислав Плехович уверен – у ребят все получится. Ведь он прошел с ними от первого и до последнего звонка. И воспитал в своих учениках только лучшее – смелость, уверенность и честность. Естественно, очень дорогие воспоминания о начале нашей учебы. То есть первое сентября, первые фактические дни, недели, когда проходил процесс становления нашего корпуса, процесс адаптации. У ребят слаживание коллектива. И сейчас уже виден результат. Ребята очень дружные, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Первый выпуск кадетского корпуса – два взвода. Всего 45 человек. Сейчас для них звучит последний звонок. Из 45 кадет, которых мы сегодня с вами выпустили, 27 кадет поступают в высшие учебные заведения Следственного комитета Российской Федерации. Большая половина кадет – это дети-сироты нашей города Севастополя. Волнение очень большое, очень мы все переживаем за них. В этот праздничный день в адрес выпускников звучали самые искренние и трогательные слова. Кадет поздравляли офицеры-воспитатели, преподаватели и, конечно же, родители. Своё спасибо истоминцы сказали праздничным вальсом. Вот эти два года, они, наверное, коренным образом поменяли, дисциплинировали жизнь выпускников, ребят, которые раньше учились в обычных школах. Я думаю, что если вы у них спросите, они и сейчас с благодарностью говорят об этом, а уж через несколько лет они тем более будут с большим удовольствием вспоминать те два года, которые они проходили обучение в кадетском группе. Будет детство где-то, но не здесь. Владислав Ивенин, Михаил Волобуев, Сергей Котляренко, новости Севастополя. Время перемен, время новых возможностей. Так звучит тема пятого женского бизнес-форума, который прошел в Севастополе. Его организовало региональное отделение опоры России. Участниками форума стали 110 севастопольских бизнес-вумен. Ключевые и наиболее актуальные темы – развитие бизнеса в условиях пандемии и санкций, возможность им противостоять. Докладчики презентовали новые цифровые разработки, рассказали о трендах и способах продвижения своих товаров и услуг в интернете. Мы хотим показать, что во время кризиса, наоборот, женщина более гибко реагирует на все перипетии, более устойчива к стрессам. И наш форум, пятый женский форум, который проводит комитет по женскому предпринимательству, называется «Время перемен, время новых возможностей». Мы хотим показать историю успеха наших севастопольских предпринимательниц. Возможно, это кого-то окрылит. Плоды своего бизнеса некоторые предприниматели представили на ярмарке. Оригинальные украшения, игрушки и авторские куклы. К примеру, одна из бизнес-вумен занимается изготовлением свечей из пчелиного воска. Работа ручная. Каждое изделие по-своему оригинально, в особенности ароматом. В свечи добавляются различные травы, лаванда, шалфейка, радуба. В основном изделия имеют лечебные свойства и используются для оздоровления. Удобно хотела. Много изучала материалы, проходила мастер-классы, обучение. А потом наступил момент, когда я просто взяла, купила овощину и заказала первые свечи. Еще наши прапрапрапрапрабабушки, дедушки, они использовали пчелиный воск в своих различных практиках. Он дает энергию и он забирает то, что нам мешает. Поэтому, если мы берем медицинскую точку зрения, то пчелиный воск при горении, там есть прополис, и он дезинфицирует пространство. Он имеет терапический эффект для каждого человека. Как запустить успешный бизнес с минимальными затратами? Выйти на международный рынок в условиях санкций и организовать выгодное импортозамещение? Ответы на эти вопросы знает Алена Петченко, учредитель и генеральный директор одного из крупнейших магазинов отделочных материалов в Крыму. Она одна из участниц проекта «Женский бизнес». О нашей съемочной группе девушка рассказала о своей истории успеха. Подробности в сюжете Святослава Данилова. Это сейчас здесь кипит жизнь, идут покупатели, привозят новые товары, а менеджеры по продажам с трудом успевают отвечать на звонки клиентов. А когда-то все начиналось со скромного помещения, где эта девушка, а зовут ее Алена Петченко, работала одна. В 2014 году, после начала всем известных событий, она приехала в Севастополь, Донецк, практически без денег и решила открыть небольшой магазин отделочных материалов. В незнакомом на тот момент городе, где нет родных и знакомых, она и начала работать. Говорит, главное, что поставила перед собой цель и решила все крутое изменить в своей жизни. «Самый главный мотиватор в этой жизни, когда нет денег, и ты понимаешь, что тебе нужно выживать. Я приехала, посмотрела вообще, что есть, как есть. На тот момент я еще была без российского паспорта. Ну и здесь начался мой путь. То есть я понимала, что мне нужно продавать. То есть я прописала себе цели, планы, то, что я хочу. Значит, я понимала, что мне нужны клиенты. Я ходила по стройкам, предлагала свои материалы, параллельно заключала контракты». В Донецке до этого девушка уже занималась продажей напольных покрытий через интернет. Небольшой предпринимательский опыт был. Алена Петченко сейчас с улыбкой вспоминает. В Севастопле первый контракт заключила на 5000 рублей. «Я очень много обучалась и обучаюсь. То есть я обучаюсь постоянно. То есть я нахожу интересных мне спикеров. То есть я ездила и в Ростов, и езжу и в Москву, и в Краснодар. И здесь тоже очень много проходила. У меня есть вопросы. И всегда любой вопрос можно решить. То есть это мое такое кредо. Любой вопрос можно решить всегда. Поэтому если я где-то упала, оступилась, я никогда не опускаю руки, я иду только вперед. Если есть какая-то ситуация, я сразу сажусь и думаю, что нужно сделать для того, чтобы решить этот вопрос». Без падений не бывает взлетов. Это, можно сказать, тоже один из принципов предпринимателя. А взлетов все-таки было больше. Затем в команде Алены Петченко появились менеджеры. Штат сотрудников расширялся. В 2018 году удалось открыть вот этот крупный магазин. А в прошлом году появилось свое помещение и в Симферополе. Сейчас штат сотрудников 40 человек. Интересно, что Алена Петченко здесь не одна, родом из Донбасса. В 2016 году я нахожусь в компании, значит, точно так, как и Алена переехали в Занеск. В принципе, у нас одинаковый менталитет, поэтому взгляды на общие вопросы как бы схожие. Поэтому, что касается коллектива, мы его собирали по крупицам. У нас в коллективе также много людей из Донбасса и местных в том числе. Поэтому коллектив у нас собран, коллектив у нас профессиональный, коллектив у нас всегда готов удовлетворить любые запросы от наших покупателей. С компанией сотрудничают застройщики школ, детских садов, домов культуры по всему Крыму. Среди партнеров даже Министерство обороны. Причем здесь продукция в основном отечественная. Компания заключила прямой контракт на поставку с крупным самарским заводом. А еще Элит Декор – официальный представитель индийской компании по производству плитки и немецкого предприятия, которое производит ламинат. Когда у вас партнеры европейские, всем понятно, что из этого может получиться. Но выход есть из любой ситуации. Основной сегмент, конечно, у нас был больше направлен на Европу. Но в связи с этой ситуацией, опять же, это не проблема. То есть это ситуация, которую нужно на данный момент решать. То есть мы сели и посмотрели наш вектор направления. То есть мы понимаем, какие товары европейские, мы можем чем заменить. То есть мы можем заменить Россию, мы можем заменить Китай, мы можем заменить Турцию. Ну и на данный момент это делаем. У компании Элит Декор впереди большие планы. Даже есть своя стратегия развития до 2025 года, которая здесь неуклонно следует. В приоритете перейти на прямые поставки абсолютно всех товаров с заводами-производителями материалов. Вместе с компанией, конечно, продолжит развиваться и сама Алена Петченко. Ведь ее работа по принципу «век живи, век учись». Светослав Данилов, Андрей Тымчук, новости Севастополя. Перейдем к другим темам. Против России готовится введение очередного пакета санкций. Шестого по счету. Стоит ли россиянам переживать? Как мы справляемся с ранее введенными ограничениями? И главное, почему Россия, вопреки ожиданиям Запада, продолжает развиваться и укреплять позиции? Эти вопросы мы задали севастопольцам. И вот какие ответы услышали. Как всегда справляюсь, как русские справляются. За счет того, что мы русские. И все. Ты ну плевать на них. Запросто. Пусть они загнутся своими санкциями. Я думаю, что справляется. Справляется. Я думаю, мы победим в любом случае. Благодаря чему мы с этим со всеми справляемся? Грамотному руководству. Я думаю, что мы со всеми справимся. Я думаю, что мы ничего не боимся. И мы со всеми справимся. Как бы санкции, они были всегда и всю историю. И при империи, и при Советском Союзе. Поэтому нам главное слить за собой, держать марку. И победа будет за нами. Наше руководство, президент, он все делает правильно. Это очень умный, грамотный человек. Справляется. За счет нашего президента, Владимира Владимировича Путина, который все организовал очень грамотно и очень позитивно. Конечно, справляется. Но оценить сейчас еще трудно, потому что должно пройти какое-то время. Санкции уже долговременные. Не семи минутные. Мы же русские. Мы все преодолеем. Пока нормально. Пока на меня это никак не влияет. Справимся. Успешно. Я думаю, что мы защищены. Мы все переборем. За счет народа. Патриотизма. Севастопольская команда, сформированная по поручению губернатора города Михаила Развожаева, продолжает работу на освобожденных территориях ЛНР и ДНР. В составе нашей группы пять человек. Это представители правительства города, волонтерского штаба и депутатского корпуса. Их главная задача – помочь вернуть мирную жизнь в разрушенные националистами города, восстановив политическую, экономическую и социальную, и хозяйственную сферы деятельности. Мы в числе первых регионов, всего 18 пока таких групп, сформированы от различных регионов Российской Федерации. Поэтому Михаил Владимирович Развожаев нам это поручил. Он это курирует каждый день. Мы с ним, когда, допустим, мы там находимся на созвоне. Сейчас я приехал, все губернатору доложил. Ну, как там, что у нас, как обстоят дела, что нам нужно. И какие дополнительные ресурсы нужно привлечь. По словам Сергея Толмачева, работы на освобожденных территориях предстоит еще немало. Так, к примеру, в селе Рубежное сейчас почти полностью отсутствуют все основные коммуникации. Совсем недавно на его территории шли ожесточенные бои. Восстановить его из руины, помочь местным жителям вернуться к нормальной жизни – одна из первоочередных задач, что стоит перед севастопольскими добровольцами. Ну, чтобы вы понимали, Рубежное – это вот, ну, сейчас что-то выглядит, как Мариуполь, там, попросту говоря. Ну, то есть это достаточно большие разрушения понес этот город. И, ну, сейчас задача, например, перед нашей группой, которая стоит в Старобельске, ну, привезти туда хлеб, там, найти пекарню. Вот была идея, что мы там хлеб будем печь в Старобельске привозить, но вчера ребята нашли пекарню в Рубежном. То есть теперь проще, можно доставить просто муку, масло, там, несколько специалистов, и хлеб уже будет выпускаться. Севастопольские предприниматели продолжают отправлять гуманитарную помощь на освобожденные территории. Накануне больше шести тонн продовольственного груза увезли из Севастополя в Херсонскую область. Еще четыре тонны уедут в конце недели. В основном это крупы, макаронные изделия, консервы, тушенка, подсолнечное масло – все то, что необходимо для полноценных продуктовых наборов. Кроме того, по просьбе жителей Херсонской области отдельно был сформирован груз с наборами для новорожденных. Всего к сбору средств и закупке гуманитарной помощи уже присоединилось больше сотни предпринимателей города. Сегодня мы передаем детские наборы пострадавшим жителям Херсонской области. Это пеленки, соски, бутылочки – все то, что так нужно и необходимо новорожденным детям. Когда поступил запрос, просьба о помощи, аппарат уполномоченного не мог остаться в стороне. И предприниматели сплотились, активно приняли участие в сборе, в организации гуманитарной помощи. Водителям с неснятой или непогашенной судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте. Такие поправки в законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. А значит, при трудоустройстве с этого дня на место будущей работы водитель должен представить дополнительные документы. По словам депутата Государственной Думы Татьяны Лобыч, это значительно увеличит безопасность пассажирских перевозок. Данный сотрудник должен будет предоставить справку о несудимости. Или справку, которая огласится, что эта данная судимость снята. Я надеюсь, что принятие данного законопроекта существенно будет влиять на безопасность членной перевозки таким видом транспорта, как такси. Транспортную доступность полуострова необходимо улучшать. Так считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Парламентарий уже обратился в Министерство транспорта страны с просьбой разработать и запустить новые маршруты, в том числе и водные. В связи с введенными по понятным причинам ограничениями, мы знаем, что самолеты в Симферопольский аэропорт не летают. Просил рассмотреть вопрос об запуске катеров на подводных крыльях, называется комета, который, в принципе, планировалось запустить между Сочи, Ялтой и Севастополем, что тоже бы позволило гостям крымского полуострова, гостям Севастополя добираться из Сочи, из Новороссийской к нам, собственно говоря, водным транспортом, если это не будет противоречить требованиям безопасности в современных условиях. А с 1 июня компания Гранд Сервис Экспресс запустит поезд с сообщением Симферополь-Адлер. Продажа билетов уже открыта. Для севастопольцев сыграл Национальный филармонический оркестр России. Дистанционно. Музыканты находились в Москве, но волшебные звуки бессмертного произведения Сергея Рахманинова звучали на сцене СЦКИ. Благодаря нацпроекту Министерства культуры Российской Федерации по формированию единого культурного пространства. Дирижер концерта Московской филармонии – народный артист СССР Владимир Спиваков, солист, 18-летняя Ева Геворгян. Лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 10 апреля 2022 года программу Рахманинова сыграли в одноименном московском концертном зале комплекса «Филармония-2». Видеозапись исполнения сделали и распространили специально для проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». В нашем городе Севастополе у нас виртуальный концертный зал на неприспособленном оборудовании работал с 2014 года по 2020 год. С 2020 года уже на форматном оборудовании, специальном оборудовании для осуществления деятельности виртуальных концертных залов. Это установлено в зале. В открытом доступе живое исполнение ведущих творческих коллективов и мастеров высочайшего класса Российской Федерации. Мощный экран, хорошее акустическое оборудование дают возможность качественной передачи звука. Все трансляции по проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» для зрителя проводят бесплатно. Иногда сигнал идет в прямом эфире. В планах установить виртуальные концертные залы в городских учреждениях культуры и в отдаленных районах Севастополя. Вселенного Бобровка тоже установили виртуальный концертный зал. И, кстати, сегодня там пройдет в это же время первый концерт. А на следующий год у нас уже шесть учреждений, которые мы подали в заявку Министерству культуры. И мы, конечно, хотим, чтобы во всех наших 106 филиалах наших 27 учреждений, ну там, где возможно, чтобы вот эта услуга была доступна всему населению, всем жителям нашего города и гостям. Кино – это мостик между детьми и взрослыми. Фильм Сергея Русакова «Ледяная история» представлен в конкурсной программе фестиваля «Золотой Витязь». В кинотеатре России автор встретился с севастопольскими зрителями и рассказал о работе над современной сказкой. «Добрая королева» правит страной холода, где детям делают мороженое. Но внезапно власть захватывает злодей сосулька. И тогда юные, Варя и Артем, а также дедушка мальчика, вступают в бой за справедливость. На самом деле в фильме фэнтези есть аллюзия к нашей действительности. Борьба тайных сил добра и зла глубоко запрятана в приключенческий сюжет. Традиция кино нашего российского, оно такое для детей, оно такое более раздумчивое, более как бы действующее на голову, а не на какие-то двигательные рефлексы. Но надо учитывать это поколение. Поэтому мы постарались сочетать равно как и бегалки, стрелялки и приключения, равно как и пищу для души. Фильм создавался для зрителей совсем юного возраста, от трех лет, а увлек широкую аудиторию. Поступки вымышленных фантастических персонажей дети интуитивно проецируют на свои отношения с родителями, братьями и сестрами. Этот фильм показывал о том, какие взрослые иногда бывают глупые и думают, что это прям умная идея, а на самом деле она оказывается не самой лучшей. И в общем-то этот фильм учит детей становиться лучше, добрее и учит самым обычным правилам, о которых мы просто забываем. В фильме было очень много эпичных, красивых сцен. Этот фильм научил меня быть добрее ко всем, быть любезнее к родителям, не бросать их. И вообще фильм был очень крутой. Мне понравился этот фильм, потому что в нем показывается, как добро побеждает зло. Ближайший референс – сказка «Королевство кривых зеркал» Александра Роуз, ее принципиальным условным миром и эстетика города мастеров, говорит режиссер. Творческая задача стояла сложная – создать свою вселенную, волшебную страну, в которую попадают время от времени герои. Кстати, не актеры, а самые обыкновенные – девчонки и мальчишки. Они очень непосредственные, вот эти дети, которых мы выбрали. То есть они не играют, они живут. А мы так и делали на площадке. Мы их выталкивали и говорили, ну побеситесь, побегайте, еще там заодно какие-то там тексты скажите. И от этого они расслаблялись и как бы становились самими собой. Они играют сами себя практически. Они не играют никаких там вымышленных, выдуманных мной героев. На конкурсных показах фестиваля зрители могут увидеть и два документальных фильма Сергея Русакова. «Прощай, столица», идею которого придумал сын режиссера, и картину «Корни». Наталья Шульга, Сергей Котляренко, Новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. 26 мая в Севастополе переменная облачность. Ночью 12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 20. Ближе к вечеру кратковременный дождь. Атмосферное давление и влажность в пределах нормы. Ветер южный порывистый. Температура воды у побережья плюс 16 градусов. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова